Идея возрождения с СССР, она не актуальна. Ну, во-первых, СССР все-таки это была, скажем так, не самая совершенная с точки зрения управления системой. Моим родителям не нравилось жить в Советском Союзе. Я понимаю, что моя бабушка и мой дедушка получили в Советском Союзе гораздо меньше, чем могли бы получить в любом другом цивилизованном государстве, потому что они были ограничены во многих смыслах. Появилось много страшилок, которых пугают, в принципе, руководители бывших союзных республик, а ныне отдельных государств, о том, что Россия скоро станет с новым Советским Союзом и захватит все территории, которые у них когда-либо были. Даже лозунг такой ходит. Собирание земель русских. Собирать надо не земли, а мозги в кучу. Хотя объединение было бы, может, и неплохо. Я считаю, для экономики. А экономика сейчас это главное. Выгодно – объединяемся. Невыгодно – не объединяемся. Три прибалтийские страны прекрасно все помнят и не пойдут туда. Боюсь, что не пойдут туда и среднеазиатские баи, которые почувствовали вкус власти, вкус жизни, что называется, и под московскую руку, под руку нового Ивана Грозного, совершенно не соберутся. Империи ослабивают исторически, но остаются фантомные боли о том, какие мы великими были и как нас все любили. И это фантомные боли возвращаются, потому что потенции уже нету, а желание еще есть. Все-таки то, что уже было, возвращаться, я думаю, что не нужно, учитывая то, что мы уже двигаемся, развиваемся абсолютно вперед. Но ностальгия, конечно же, у нас осталась. Мы живем в 21 веке, мы живем в другое время, в других обстоятельствах, и что греха таить, мы совершенно другие люди.